добрый день мне очень часто задают вопрос о том как же защитить нашу рассаду наши семена те которые мы сеем грунт от именно от почвенных вредителей и сегодня я хочу поделиться с вами своим личным опытом как это правильно сделать и так почвенные вредители но в частности если это небольшой участок огород значит основные почвенные вредители это могут быть проволочники это очень зачастую это медведка или как еще называют там волчок капустянка и также могут быть личинки хруща совки то есть эти все вредители могут повредить не только как нашу рассаду без разницы это капуста перец или баклажан или томат так могут и повредить наши семена которые мы с вами заделываем грунт и в результате этого мы можем потерять полностью урожай и так как же защитить рассмотрим первое как защитить нашу рассаду от почвенных вредителей и так мы пришли с вами на рынок купили рассаду или же вырастили сами эту рассаду и мы можем иметь рассаду такую то есть с открытой корневой системой скажем так или которая вот продается мы видим без стаканчика так просто на пучочки или же это может быть закрытой корневой системы так как может быть вот в стаканчику в кассете вот как же защитить рассаду в том и в том случае итак рассмотрим первый вариант рассаду с открытой корневой системы значит для того чтобы защитить от почвенных вредителей необходимо нам препарат антихрущ то есть этот препарат он хорошо защищает и длительное время скажем защищает от таких вредителей от проволочника от медведки от личинок хруща от совок и так берем литр воды на литр воды нам необходимо 10 миллилитров от данного препарата то есть мы берем 10 миллилитров препарата вот такой упаковки и готовим раствор добавляем в литр этот препарат вылили хорошо перемешиваем и этот раствор готов для того чтобы мы уже начали замачивать рассаду но есть еще один секрет которым я пользуюсь я беру еще гульвер стимул это стимулятор он является как стимулятор образования дополненную корни и быстрейшему проживанию наших растений я добавляю этот стимулятор из расчета где-то порядка 15 20 можно до 20 миллилитров на 10 на литр воды наливаем сюда 15 миллилитров нашего препарата и добавляем в литр то есть в этом препарате гулибер стимуля помимо того что есть гуминовые кислоты которые будут способствовать развитию полезной микрофлоры есть еще и янтарная кислота которая очень важна именно в корне образованию доливаем сюда 15 20 миллилитров у ливер стимула опять хорошо все перемешиваем и замачиваем нашу рассаду то есть берем рассаду и опускаем корешками так как у нас тут пучки будут то есть это все мы плотненько забиваем и оставляем эту рассаду на час час полтора почему именно на час ну потому что этот препарат корневая система должна впитать в себя вот питать именно в растении и соответственно потом оно будет защищено скажем так не только что от почвенных вредителей но и также до двух недель будет защищено и от таких вредителей как блоха крестоцветная которая для капусты это очень и очень такой скажем бич которая может повреждать нашу тоже тоже нашу рассаду и так прошло время мы замочили рассаду и начинаем ее высаживать то есть есть у нас мы можем садить как на капельное орошение так можем и просто садить без капельного орошения что же если мы поливаем просто скажем так из ведра или поверхностным способом что же таком случае мы делаем делаем углубление делаем ямку ставим наше растение вот так вот высаживаем и этим препаратом то что у нас осталось мы делаем полив это если нет капельного орошения просто поливаем и растение уже скажем дана влага которая будет приживаться плюс еще еще раз мы делаем вторую защиту для от почвенных вредителей то есть с такой защиты у нас сто процентное будет приживание рассады и соответственно не будет повреждений почвенным вредителями если же мы у нас рассада есть вот такого плана то есть она уже в стаканчику стаканчик этот кстати тоже можно замочить если хорошо он заплетенная корневая система но в данном случае он через час он просто распадется и корешок у нас освободится то есть смысл тогда стаканчика как бы теряется что же делать в таком случае в можем ее просто посадить вот и сделать полив развести в таком случае необходимо на 5 литров воды то же самое мы делаем берем разводим 10 миллилитров препарата антихруща нашей лейки клейка это 5 на 5 литров мешаем хорошо размешиваем оно очень хорошо растворяется это жидкий жидкий препарат и делаем делаем здесь углубление и делаем полив то есть в таком случае то же самое наше растение полностью защищено от почвенных вредителей это что касается относительно рассады то есть рассада может быть это не только для капусты этот эти операции все подходят и для перца и для баклажана и для томатов то есть для всех для всех рассадных культур если же у нас мелкосемянные допустим растения то есть те которые мы сеем это морковка например свекла те же самые петрушка то что все семена которые могут повредить почвенные вредители что же в данном случае как правильно сделать как защитить то чтобы у нас не было повреждений именно почвенными вредителями ну для этого делаем мы канавку вот небольшую прорываем можно сапой или чем-либо делаем канавочку и проливаем наше наши нашу канавку именно водой уже разведенная с антихрущем разводится аналогично то есть на 5 литров воды необходимо 10 миллилитров препарата антихрущ и делаем увлажняем нашу канавку то есть это будет способствовать и самой влаги то есть уже есть способствует прорастанию семян ну и также защите наших семян от почвенных вредителей поэтому препарат антихрущ я всегда использую как при высадке рассады так и при посеве мелкосемянных культур если вы скажете о том что у вас ну допустим капельное орошение капельный полив как же тогда в данном случае как правильно поступить в данном случае мы что можем сделать мы можем высаживать просто рассаду и препарат антихрущ загнать в капельную систему то есть подать ее вместе с водой пролить и защитить защитить тем же самым наши растения от почвенных вредителей какую же концентрацию в данном случае тогда необходимо придерживаться то есть исходя из того что на гектар где-то возможно необходимо будет около пол литра антихруща то есть соответственно где-то на 10 соток необходимо как на капельное орошение необходимо будет где-то 50-60 миллилитров антихруща подать в капельную систему и соответственно защитить наши растения также от почвенных вредителей